Всем привет друзья, здравствуйте, здравствуйте, что сейчас пообщаемся с человеком зовут его Максим Я его приглашу, Максим вообще маркетолог, он занимается маркетингом, занимается в основе своей, по большей части, упаковкой продуктов, именно организаторских То есть мероприятия, которые организовывают, например, Тони Робинса, еще какие-то большие мероприятия, вот Максим в этом разбирается Мы сегодня с ним пообщаемся, касаемо вообще всей этой ситуации, вакцинации и всего прочего Ну и просто по жизни Сейчас Максим, если ты здесь, кинь заявку, пожалуйста, я тебе добавлю Максима пока нету Заявку не кидает Или хотя бы напиши в комментариях что-нибудь Я тебе добавлю Брат пишет, помоги с религией А в чем помочь человеку с религией, если он сам себе должен помогать Пишет, видел себя в Карфагене Конечно видел, у Алекса Я попавчал с человеком То есть в группе Какой у вас масхаб? Не придерживаюсь какого-то одного Йоу, привет Привет, Максим, как дела? Вообще огонь Как сам? Тоже хорошо Для тех, кто не знает, еще раз представлю Вот Максим, он занимается маркетингом В основном занимается организацией мероприятий Большие мероприятия, там бывают 10 тысяч, 26 тысяч Максим более может подробно рассказать о себе, кто он такой, чем занимается Вкратце так Он разбирается в маркетинге Помогает людям увеличить их доходы Максим, представьтесь, пожалуйста Всем привет Меня зовут Макс Белоусов Я маркетолог, 8 лет занимаюсь маркетингом Основное мое направление Это упаковка, продвижение мероприятий Как Шамиль сказал Вот, Шамиль Мы знакомы уже достаточно долго Вот Познакомились через общего знакомого Владимира С которым мы делали бизнес Автомобильный парфюм Миллёр Вот Моими клиентами моего агентства Были Тони Робинс, Аяс Шабудинов Ранислав Гандапас, Экертоли Артисты Блэкстара, Сколкова И многие-многие другие Я сегодня решил сделать прямой эфир С Шамилем, потому что посмотрел его видео Последнее И мне очень понравилось Потому что Ход мыслей Шамиля Он такой же, как у меня И мне было очень приятно Смотреть его видео Читать Потому что я уже год копаю В этом же направлении По поводу Психологии влияния Да, вот у меня тема С которой я выступаю в городах Про влияние Про манипуляции Про то, как нами Как нами манипулируют СМИ Пропаганда Вот это всё Мне это очень интересно Вот Социальный инжиниринг Да, и сегодня хотел это обсудить С Шамилем как раз Вот И естественно Для вас тоже Чтобы была польза Я постараюсь Вытянуть из Шамиля Ту информацию Которая вам Которая вам Которая вам Поможет В работе В рекламе Да, там на встречах Вот Это очень крутая На самом деле Экспертиза Уметь читать людей И Когда вот даже Мы были с Шамилем На встрече Пару фишек Я от него взял Тоже начал это изучать И Вот прикольный момент Мне однажды Скидывает Мой клиент Отзыв Да, на мою работу Но работа ещё Не была закончена Вот он скинулся Для галочки И я вот прямо Смотрю видео И читаю Его эмоции И понимаю Что он на самом деле Не до конца Доволен работой Я ему потом звоню Говорю, слушай А что не так А он говорит Слушай, ну вот этого Не хватило И при этом Он бы сам об этом Не сказал Я это увидел Чисто вот по тому По невербалике Да, то есть вот Как он поджимал плечами Когда говорил Он закусывал губу Типа когда говорил Да, там смотрел Вверх там Фантазировал Да, вот я прямо Это чётко прочитал И этому я научился У Шамиля Так что давайте Сегодня посмотрим Этот эфир Обязательно Он будет для вас Полезный Вот Мы с Шамилем договорились Что я буду задавать вопрос Он будет как эксперт Будет отвечать Рассказывать Нет, давай сначала Я спрошу у тебя Ты там Читал про манипуляции Скажи хотя бы одну А Манипуляции Какого план Ты имеешь в виду Ну типа СМИ Как манипулировать Ты просто смел Что Хотя бы Ну Да Я на самом деле Эту тему копаю Уже достаточно долгое время Уже год Да Я это изучаю Там Активно читаю Про это Сам наблюдения Какие-то Смотрю Какие манипуляции Я сейчас вижу Да Жесткие Причем Вот Если хотите В этом разобраться Почитайте Геббельса Да Это Продюсер Гитлера Продюсер Всех нацистов Вот Все то Что он тогда Придумал Ту информацию Сейчас используют В политическом пиаре Маркетологи Там В социальном инжиниринге Там СМИ И Внутренние службы Что я сейчас замечаю Вот Смотрите Давайте возьмем Фильмы Да Вот Все же ходят Смотрят фильмы Там В кинотеатре Ответьте мне на вопрос Почему раньше Пропагандировался Образ Сильного мужчину Который спасает Женщину Там Вот Как принцессу Да Там В мультиках В фильмах Убивает дракона И создает семью Сейчас Какие нам Модели поведения В мультфильмах В фильмах Передают Есть Инфантильный мужчина Ну Даже мужчина Его не назовешь Парень Инфантильный Который ничего не умеет делать И К нему приходит девушка Пацанка Обязательно Такой а-ля феминизм Типа такая Типа Повидавшая Феминизм Сожрут тебя Да Она Она его спасает Она ему показывает жизнь И она убивает дракона То есть получается Вроде бы Да Весело Вроде бы классно Но Когда наши дети Смотрят такие мультфильмы Такие фильмы Они Переносят на себя Модель поведения Что типа Я должен быть слабым парнем А девушка За меня все решит Вторая манипуляция Которую я сейчас вижу Ну вы ее тоже замечаете Это обилие чернокожего Населения Грубо говоря Афроамериканцев в фильмах Да Я ничего против негров Не имею Правда Но Это too much Если возьмем Нетфликс Даже Ну американцы Шутят на эту тему Что в Нетфликс Ну слишком много Есть даже Можете картинку найти Где Там вот Смешной такой Типа мем Сделан Типа Документальный фильм Про черных медведей О нет Документальный фильм Про белых медведей Да И на картинке Все черные Короче Медведи То есть Нам получается Насаживают Идею того Что вот Афроамериканцы Должны интегрироваться В общество Интегрироваться В СМИ В масс-медиа В фильмах Как-то показывается Вот заметьте Последние фильмы Западные Которые есть Там всегда Нам продают Идею смешанных браков То есть Обязательно Есть белый мужчина Есть обязательно Афроамериканка У них семья Они друг друга любят Что за фильм Да Это все фильмы Вот открой Любой Вообще Даже Даже Несвязанный Там Не знаю Любой Боевик Комедия Там очень часто Вот эти смешанные браки Вот просто Вот Понаблюдайте Третья манипуляция Которую я сейчас вижу Да Это пропаганда Наркотиков Алкоголя Там И Развратного Образа жизни Ну это вы точно Знаете Это вы точно видите То есть популяризируется Образ Главного героя Который Слабый Который сидит На наркотиках И это делается Как будто Это круто Да То есть Вот там Скажем Взять сериал Во все тяжкие Предположим Который посмотрел Весь мир Вроде бы Хорошая история Да Но а что там Пропагандируется Типа Иди продавай наркотики Зарабатывай деньги Да Или там Скажем Ходи в клубы Там Не знаю Принимай кокаин Экстази И будет круто Там Жизнь одна Давай веселиться Вот какие Смыслы нам Натягивают Да Вот на голову Грубо говоря И откуда все это Да То есть Ну Есть разные Мнения Есть разные идеи Но вот мне очень понравилось То что вот Шамиль говорил Я вот посмотрел Кстати фильм На эту тему Да там Пробуждение по-моему называется Да там есть Про иллюминатов Да То есть как бы Да вроде бы звучит глупо Что есть какое-то Мировое правительство Которое Контролирует Нас Которое контролирует То что мы должны Там смотреть Что мы должны Там Ну как мы должны жить Но Выглядит глупо Но если реально Начать копать Если вот так вот Подходить к каждому фильму К каждой песне К людям Которые Посмотреть Какие они Транслируют Ценности Вы реально Увидите Что нам Насаживают Идеи того Чтобы мы спали Чтобы мы Не были осознанными Чтобы мы Быстрее умирали Да И не задумывались О смысле жизни Чтобы мы Были просто Ячейкой общества Которое Делает свои Там Необходимые Для верхушки Какие-то дела Да Там Ходят на работу И зарабатывают деньги То есть Общество потребления Грубо говоря То есть Неосознанное Общество потребления Которое потребляет Это знаете Это как вот Сравнить с бойлерными Курицами То есть Мы как бойлерные Курицы Насаживают Этими всякими Там Препаратами Мы жирнеем Да И в итоге Умираем Но при этом Все больше Больше едим Да Ты кстати Похудел С последней встречи Ну видно Что Пикаешь с собой Занимаюсь боксом Молодец Ах Слушай А касаемо Вот ты говоришь Люди вот Некоторые Не понимают Разврат Почему показывается Ну то есть Каким образом Люди транслируют Разврат То есть В чем это проявляется То есть Почему люди Это считывают И почему они Это адаптируют В жизнь Каким образом Это влияет Ну то есть Человек вот Видит фильм Он говорит Вот я слушаю Там Посмотрю что-нибудь Как это на меня влияет Я просто как бы развлекаюсь Ну смотри Очень просто Да Прошу прощения Что курю кальян У меня есть вредная привычка Которой я не смог отказаться Но свое оправдание скажу Что 5 лет я был сыроедом То есть Я 5 лет не пил Не курил И ел только овощи и фрукты Сейчас у меня Соответственно Да Бокс и кальян Да Я занимаюсь Я тоже жертва Я тоже жертва То есть Я такой же человек Как вы Я не идеальный Вот По поводу вопроса Шамиля Соответственно Как это влияет То есть Нам продают идеи того Что вот Будь девушкой Которая легкое поведение Да Типа секс Разврат Это все круто Классно То есть Получается Раньше Был институт семьи То есть Самое важное было Создать семью Ячейку общества Да И как правило 2-3 ребенка Сейчас продаются идеи того Что нужно заниматься карьерой Вам не нужны дети Женщина должна быть Аля и мужик и женщина в одном И соответственно Она должна работать Обеспечивать мужика Обеспечивать там Своего ребенка И это нормально Ни хрена это не нормально Как бы Понимаете Вот сейчас Почему это происходит Потому что В 21 веке Нету образа мужика Там У 90% моего окружения Проблема с отцом Его либо нету Либо он ушел из семьи То есть Нету модели поведения Мужчины нормального Который Может защитить девушку Который обеспечит семью Который научит ребенка Своего сына Там Либо дочь Правильно Принципы им передаст То есть Этого нету сейчас В советское время Это было Сейчас нету Потому что Пропаганда с Америки Которая вот К нам идет Мы ее хаваем То есть Мы как бы Ее потребляем И у нас нету Модели нормального Поведения Потому что у нас Смыты границы То есть Если вот изучать Эту тему Как бы Смысл в том Что идет Информационная война То есть Вроде бы Холодная война Она закончилась Когда была гонка Вооружения Там ядерного Но сейчас идет Жесткая информационная война И просто посмотрите Какие принципы Нам насаживают Кино Песни и так далее Люди же не слушают Баха сейчас Люди не слушают Блюз Джаз Что они слушают Блэкстар Что такое Блэкстар Это речевка Которая вам Программируется В мозг Типа там Какая-нибудь Максимально глупая Да Посмотрите клипы Да Там обязательно Телки Суки Наркотики Там и так далее Да То есть Вот как оно Происходит А если У тебя есть Личные Какие-то То есть Ты можешь не афишировать Или Ты есть Лично С кем-то знаком С кем-то Тему обсуждал Или нет Или так То есть Ты пока просто Как наблюдатель Который видит Именно Перемены Которые есть Слушай Я Много с кем Это обсуждаю И я точно знаю Что внутренние Вот эти структуры есть То есть Как минимум Саентология Вот я Саентологии Соприкасался Когда работал С Блэкстар Я точно знаю Что весь Блэкстар Сидел на саентологии А саентология Это часть Иллюминатов Это сто пудов Потому что Все те же самые Знаки Вот эти вот Это все Вот это вот Оно там Пропагандируется При этом Не афишируется То есть В открытом доступе Там нигде не найдете Что вот Там церковь Саентологии Приходите Но она есть И мои знакомые Туда ходят Как бы И там очень много Людей Которые имеют Власть Ресурсы То есть Это как бы Ограниченное Такое получается Сообщество Которое имеет Власть Внутреннюю власть Это как Серые кардиналы Плюс По поводу Кабалы Что такое Кабала Да по сути Это Ответвление От Учения Евреев Да То есть Это как бы Такая Дополнительная ветвь Другого Понимания Да Вот религии И вот эти все моменты Они реально есть Среди нас Их много Там Сатанисты Я убрал Комментарии Что бы они Комментарии убрал Чтобы они не писали Вот Соответственно Этого очень много Но мы просто Этого не видим Потому что В открытом доступе Это никак Людям не объясняется Но людям Пипец Как Пудрят мозги Да При этом Люди Хейтят Тони Роббинс Да То есть Вот мне очень понравилось Почему я решил С тобой провести Эфир Потому что я два года Потратил на продвижение Семинаров Тони Роббинс Да Я там Побывал в Сингапуре В Лондоне Тераза В Майами В Австралии В Амстердаме И Тони Роббинс Он как раз таки Нормальный Он пропагандирует Скорее Баптизм То есть Ну Христианство То есть Бога Он популяризирует Именно нормальную Религия Бога Я кстати Я ни разу не видел Какую религию Он держится Он говорит Что он христианин Да Он просто говорит О Боге Но он не говорит Преодолежение Ну конечно Да То есть У него У него основные упражнения Какие там Будь благодарным Да Любовь Все держится Зиждется на любви Там Ни разу Слов о сатанизме О чем-то плохом Я ни разу не видел А я был шесть раз На его семинарах Поэтому Я столько не был Я был один раз Ну вот То есть Понимаете Вы вроде хейтитесь Тони Робинс Да Как бы На самом деле Чувак правильной истины Вам пытается донести То есть Нужно быть благодарным Вот он рассказывает Историю Когда в детстве Он принес Индейку Там Ну Бедной семье Да Там И насколько там Они были счастливы Он говорит Вот когда я почувствовал Себя нужным и важным Когда я просто Помог людям Помогайте людям Да Там Будьте благодарными Да Из чувства благодарности Делать Из любви Вот Я Два года Как бы Ездил на его семинары И Там Реально Творятся чудеса То есть Как бы Люди Из состояния Самоубийства Там реально Хотят покончить Жизнь с собой Они хотят жить Вот это круто Вот это классно А когда нам Продают идею Там Типа Иди там Занимайся там Сексом С кем попало Там Не знаю Там Зарабатывай деньги То есть Нам Получается Сейчас Культ Денег Нам Продают Идеи Того Что Нужно Зарабатывать Деньги Деньги Это круто Деньги Это все И все Мерится Деньгами Не любовью Не отношениями Не помощью А именно Деньгами И соответственно Какие принципы У нас тогда У наших детей Могут быть Вот это страшно Нет образа Мужчины Женщины Нормальные Образа Семьи Каких-то Ценностей Какие ценности Сейчас нам Продают Блин Это же жесть Слушай Максим Я знаю Что еще подумал С точки зрения Своей компетенции Можешь посоветовать Людям К примеру Кто-то занимался Бизнесом То есть Понятное дело По определенной причине Самоизоляции Бизнес Как бы Накрылся То есть У многих людей Вот Возможно ли Людям Которые Есть бизнес Оффлайн Как-то Перенести его Онлайн Можешь Какой-то Привести Пример Ресторан Образно Или там Пусть будет Одежда Каким образом Просто Один Два Три Небольшие Советы Чтобы люди Понимали Что Можно даже В период Кризиса Такого карантина Исправить Ситуацию Небольшими Шагами Что им Нужно Сделать С точки зрения Чтобы перейти Онлайн Самый Простой Момент Который Вы можете Внедрить Да Вот Это самое Гениальное Самое простое Это сделать Предпродажи Вот у вас Сейчас Оффлайн Бизнес Он закрыт В него Клиенты Не входят Да То есть Вы не можете Оказать им Услугу Сейчас Но кто Вам мешает Сделать Предпродажу Почитайте Книгу Лонч Джеффа Уокера Он про это Прям пишет То что Вы можете Собрать Пул людей Во Время карантина Подогреть Их интерес Да Накормить их контентом И сказать Ребята Да Сейчас Все закрыто Но у вас Есть возможность По специальной цене Сделать Предзаказ Ведь На этом же Мы сделали По сути Бизнес Миллор С Вовой То есть Мы Когда Открывали Бизнес Автомобильный Парфюм Да Вот можете Набрать Поискать Почитать Посмотреть Да Сейчас Это очень большой Бизнес Мы его продали В него вложили Уже Миллион долларов Как мы сделали У нас не было Ни договоров Ни самого Продукта Ни сайта Ни производства Ничего Что мы сделали Мы сказали Ребята Вот прототип Да Вот модель Заработка Кому интересно Давайте Закидывайте бабки Мы сделаем вас Эксклюзивными партнерами В городах И как только Мы наберем Необходимую сумму Мы вам Передоставим Продукты Мы так и сделали То есть Мы никого не обманули Мы все Весь продукт Закупили на их деньги И отослали То есть получается Это как краудфандинг То есть получается Что такое краудфандинг Скажем Планету Ру Вот зайдите на сервис Планету Ру Вот это же в этом смысл То есть Предположим Вы хотите снять кино У вас нет денег Бюджета И вы говорите Ребята Вот у меня идея Крутая Я хочу снять кино Про иллюминат Предположим Но у меня нет денег Но вы же хотите Вам интересно Давайте сейчас Все скинемся По косарю Хотя бы Те кто скинет Мне по тысяче рублей Получат Скажем Годовой доступ К моим программам Не знаю Майку Кепочку Не знаю Но мне нужны сейчас деньги Чтобы это все снять Все и люди скидывают Потому что они в тебя верят Они верят в идею То же самое в бизнесе Можно сделать То есть Если у вас салон красоты Кто вам мешает Сейчас делать бонусную программу Сказать Ребята Кто сейчас мне скинет Тысячу рублей И получит Скидку Пожизненную 20% На все услуги Моего салона красоты Интересно Все Давайте Есть 100 мест Есть 100 карточек Оплачивайте онлайн И вам эта карточка Автоматом придет на почту Там Типа доступ Все Вот Пожалуйста Это Это можно внедрить Вообще в любой бизнес Не важно Еда Одежда Салон красоты Вообще не важно С точки зрения Именно У тебя есть Какие-то понятия С точки зрения Того Чем ты не занимаешься В своем продвижении Работы Или у тебя То есть Ты занимаешься Всем подряд У тебя есть Какой-то именно Ценс Самого личного Да Я отказался Работать с энергией Хоть я и С ними пересекался В олимпийском Как бы Тони Роббинс Но мне не нравится Их политика работы Вообще То есть Когда я С ними Соприкоснулся Очень жесткие Максимально настроенные На бабки Как бы Ну люди Мне вообще Не резонировало Дальше Я отказался Работать с Портнягином Потому что Я однажды Взял у него гиф Он обманул людей Только я Об этом ему заявил Он мне сказал Типа Раз ты такой смелый Давай приезжай ко мне Скажи мне это в лицо Я приехал к нему в офис И ему все это сказал Полчаса общались Как бы Я ему сказал Что мудак Как бы И он считает Своих клиентов За мудаков Я с ним работать не буду Хотя мне было предложение Собирать большое мероприятие На 5 миллионов рублей То есть Мне предложили За 5 миллионов рублей Собрать там Крупное мероприятие Они там Собирали с Олесием Тимофеевым Я отказался Дальше там Опять же С Олесием Тимофеевым Тоже Если знаете Маркетолог Тоже отказался работать Потому что Мне предложили Работать бесплатно То есть Как бы У меня нету Как бы Такого понятия Как Любая работа Должна оплачиваться Я считаю Да То есть Нет такого понятия Что давай Типа Покажи результат А потом Мы типа Подумаем Посмотрим Естественно У меня есть сенс Я не работаю С теми продуктами Которые я сам бы Не купил То есть Почему я работал С Аязом Я реально считаю Что это крутой продукт И я принимал участие Я был методологом Его программ Я создавал программы По маркетингу В концентрате В масштабировании Проекты Икс Долина Да Там Я принимал участие Непосредственно В создании этих продуктов Я сам Так важно Иметь сенс Почему С точки зрения чего Почему важно иметь Именно Поясню Почему важно иметь Какие-то Принципы элементарно В отношении с людьми Или в отношении того Чего ты делать не будешь То есть Как это вообще Другими людьми воспринимается Может быть Если ты работаешь Со всеми То ты как шлюха Тебе деньги платят Как бы ты делаешь Своё дело То есть Если ты шлюха Окей Работай со всеми Но Если у тебя есть Какие-то определенные принципы Что такое принципы Это Правила твоей жизни Ну Это знаешь Это как Не знаю Там У бога В библии есть Скажем Не убей Не укради Не обмани Вот у меня тоже есть принципы Принципы какие у меня Что Моя работа Должна цениться Меня должны уважать Как человека Как специалиста Это у меня на первом месте Идет Если меня не уважают Я это чувствую Что на меня Мне на шею сели И меня используют Я ухожу Из этого проекта Потому что Для меня Самое важное Чтобы меня как человека Как эксперта Ценили Даже не деньги А именно вот признание Ты об этом знаешь Мы об этом говорили То есть У меня Мой x-фактор Это знание Да Это не Там не менеджмент Там не Что-то другое Это креатив и знание И я просто стараюсь Свой креатив и знание Внедрить там Где я считаю Я могу принести Большую пользу Через какой-то продукт То есть Если я понимаю Что Тони Роббинс Это реально крутой продукт И я до сих пор Так считаю Я могу с любым поспорить Кто считает Это обратное Я продвигал Его два года Именно поэтому Когда ко мне приходили клиенты Я понял Что продукт говно Как бы Да Там Не знаю Там Какая-то сраная эзотерика Которая вообще Людям только навредит Я в это не ввязывался Потому что я понимаю Что я бы сам это не купил А так как я художник Да То есть Любой маркетолог Он художник Ты рисуешь картину Как бы Если тебя не вдохновляет продукт То Ну ты не сможешь нарисовать Хорошую картину Потому что Ты по сути Как Буфер Между клиентом И услугой Ты Выстраиваешь коммуникацию Как можно выстроить коммуникацию Если ты сам себе Не продал этот продукт Смотри Вот такой вопрос Еще появился Вот представь человек Ты говоришь Не вступайте в такие отношения Какие последствия Человека ждут Когда ему работа не нравится Когда ему отношения С людьми не нравятся Он видит только деньги Но он согласился И работает То есть Какие могут быть последствия Когда человек согласился На те условия Когда его не уважают И когда они ценят Ну его как специалиста Ему просто говорят Сделай И все Точнее даже не так Его даже могут ценить Как специалиста Но как к человеку Относится к нему Как Ну Не очень Что происходит с ним Объясни Ты как считаешь Почему Я понял вопрос Очень просто Смотрите Есть понятие Финансовой мотивации Есть понятие Не финансовой мотивации Если вы зарабатывали Когда-нибудь На работе Больше 100 тысяч рублей То вы меня точно поймете Что первые 3 месяца Вам заебись То есть вы зарабатываете деньги Вот я на Тони Робинс Зарабатывал 500-700 тысяч рублей в месяц Это реально деньги Я их реально зарабатывал Я себе квартиру купил Но Когда я почувствовал Что меня используют Я ушел Почему Потому что у людей После того Как они закрывают Свои базовые потребности Это как по пирамиде масла Да Сначала Какие потребности Еда Секс Безопасность Потом тебе скрин сделают Да Еда Секс Безопасность Вот это На первый уровень Следующий уровень Это социальное внедрение То есть Нахрена я это делаю Духовность То есть Для чего Какой смысл Какая у меня миссия Вы к этому в любом случае придете Вы на одних деньгах Не выйдете Ну это как знаете Это как купить себе Феррари Поездить на ней 3 месяца И привыкнуть к ней Ну Феррари и Феррари Дальше он хочет другого Потому что Человек привыкает Он привыкает К всему хорошему К уровню нормы Да Но потом он спрашивает А зачем я это делаю Для чего Вот сейчас у меня 10 человек было на менторсе На личной работе И 10 из них Они были недовольны тем Что они делают Хотя они нормально зарабатывают Я говорю Ребята Давайте сначала Определим Вашу систему координат У каждого человека Есть определенная система координат Да вот Принципы По жизни К чему ты стремишься От чего ты бежишь Очень просто И Тони Робинс Как раз это и делал Когда работал с самоубийцами То есть вот Он человеку объясняет Смотри К чему ты стремишься Предположим Ты стремишься К Предположим К контролю Чувству контроля Чувству важности И внимания Но при этом Ты бежишь От чего От непонимания От одиночества Там И от Там не знаю Там Еще чего-нибудь Да И тут получается Дисбаланс То есть Взаимоисключающие понятия Взаимоисключающие принципы Ты вроде бы хочешь контроля Но при этом Ты хочешь любви А любовь и контроль Они несовместимы Потому что романтика Страсть Она рождается Когда есть Когда ты не знаешь Что будет завтра Да То есть Страсть Она рождается Именно от Непредсказуемости А когда ты контролируешь Себя и партнера Невозможно построить Хорошие Классные Страстные отношения То же самое в жизни Вот у меня был парень Звали Денис Короче Да Он пришел ко мне на менторство На личную работу И когда мы с ним Начали копать Оказалось Да Вот Он Выходец из БМ А в БМ Какие были принципы Да Сейчас они поменяли Конечно Потому что Петя Он съездил на Тони Робинс Я вам открою секрет Именно после Тони Робинса Кукуха немножко повернула Началось вегетарианство Началось духовное развитие И они разошлись С Мишей Они продавали Какие ценности Поставь себе цель Купить машину Купить квартиру Всем доказать Что ты красавчик Ладно Окей Окей Люди купили себе Машину Квартиру Айфона А что дальше То же самое С Денисом Он себе ставил цель Связанную с финансами Купить айфон Купить машину Купить квартиру И когда мы начали С ним копать Да Глубоко Выяснилось Что он это делает Потому что В детстве Его недолюбили И маленький Денис Маленький ребенок Он До сих пор В нем сидит И когда Он покупает айфон Он просто Своего ребенка Радует То есть По сути Он Вот это Архетип Ребенка Маленького Который в нем Сидит Он требует Купи мне Игрушку Но при этом Взрослую игрушку Да То есть И что получается Когда он покупал себе айфон Когда он Достигал своей цели Там машина Квартира Айфон Он в моменте Чувствовал хорошо себя Но потом У него было Опустошение Потому что А что дальше Ну вот у тебя Есть эта игрушка Да Ну нахрена тебе Она нужна Что она меняет Ничего Потому что В могилу Ты свой айфон Не засунешь Как бы После тебя Что останется Что тебе на надгробе Напишут Это тот чувак Который купил себе айфон В последней модели Да Ну глупо Что ты сделал Как ты поменял жизнь других Как ты помог другим Да Какой след ты после себя оставил И когда я ему начал Задавать эти вопросы Он говорит Блин Реально Именно поэтому Я больше не зарабатываю Потому что Я не вижу смысла Больше зарабатывать Я не понимаю Зачем Другой пример Был чувак Который хорошо зарабатывал Миллион рублей в месяц Потом он скатился До ста тысяч Я спрашиваю А когда ты зарабатываешь Миллион рублей в месяц Ты ради чего зарабатываешь Он говорит Я зарабатываю Ради того Чтобы купить квартиру Чтобы моя семья Жила в комфорте Это была хорошая Благая цель Я говорю А сейчас у тебя какая цель Машина Я говорю Получается Что машина для тебя Не мотивация Это не твоя цель Она нахер тебе не нужна Именно поэтому Ты не зарабатываешь Потому что ты не понимаешь Зачем Вот какой смысл Получается Человеку важно Проработать момент Понимания Для чего ему По утрам вставать Конечно То есть Когда у вас Проблемы с финансами Задайте себе вопрос А зачем вам нужны Эти деньги Потому что деньги Это ресурс Это инструмент То есть Если вы сейчас Зарабатываете Сто тысяч рублей При этом хотите миллион Но не зарабатываете миллион Значит сто тысяч Вам вполне достаточно Для жизни сейчас Вы зарабатываете Ровно столько Сколько вам необходимо В данный момент Что необходимо сделать Чтобы вырасти То есть Например Человек хочет Хорошо Он понял для себя Но инструментов Ему не попадается Какие у него Варианты Чтобы человеку Осознать Как ему Прийти к чему-то новому В своей жизни Вот он сейчас Например Он ноль Элементарно Или допустим Или вот когда он ноль И когда он уже на коне Какие инструменты Для того чтобы Смерть точки Двигаться То есть Именно Какой корень Первый шаг Вам нужно закрыть Базовые потребности Без базовых потребностей Вы не сможете думать О духовности О развитии О саморазвитии О большой миссии Это невозможно Когда вам нечего жрать И негде жить Согласитесь Поэтому первый шаг Это определить Сколько вам нужно денег Для жизни Да То есть Для нормальной жизни Не комфортно Типа ездить На люксовых машинах И на Бали отдыхать Нет На нормальной жизни Вы определили Скажем 50 тысяч рублей Вот вы закрываете Себе потребность В заработке 50 тысяч рублей Да Вот у вас подушка Безопасности есть После этого Вы задаете себе вопрос Для чего я Появился на этот свет Какая у меня миссия Зачем я здесь Упражнение Очень простое Вы выписываете 10 ситуаций Когда вы чувствовали себя Хорошо И 10 ситуаций Когда вы чувствовали себя Плохо Потом вы Сравнивая Что для вас важнее Предположим 10 ситуаций Когда вы чувствовали себя Хорошо Когда скажем Вы защитили диплом Все вам аплодировали Вот это эмоция гордости Дальше Вы помогли Бабушке Перейти дорогу Ощущение нужности Важности Потом вы сравниваете А что вам важнее Важность или гордость И вот так вот Вы градируете И у вас получается Топ 3 эмоции Которые вам нравятся И топ 3 эмоции Которые вам не нравятся После этого Из этих вот Эмоций Из этой системы Координат Вы пытаетесь Сформировать Свою миссию Которая состыкуется С теми эмоциями Которые вы хотите Получать При этом В этой миссии Вы не получаете Те эмоции Которые вам не нравятся И тогда у вас будет Гармоничная Идеальная Хорошая жизнь А деньги придут Как бонус Потому что Если вы делаете Что-то хорошо С душой В состоянии потока То таким образом Вы достигаете Результата Ну как-то так А человек может Мотивироваться С негативных мыслей То есть Он как бы Хочет погасить Негативные мысли То есть Негативные эмоции Валентарном Ему говорят Что он не может То есть С такой мотивацией Стоит действовать Или нет Как ты считаешь Смотри Да Есть такое понятие Как действовать От негативной мотивации То есть Есть мотивация к Есть мотивация от Как правило Большинство людей Делаются мотивацию от Я хочу им всем доказать То есть Я всем докажу Да Типа Я Докажу своей бывшей Что я не лох Типа Я заработаю деньги Я докажу своей маме Что я не идиот Я докажу своему папе И специально на зло Да Вот эта фраза На зло Что-то сделаю Докажу В моменте Это сработает Да Но Тут происходит Дисбаланс Гигантский дисбаланс Потому что вы Двигаясь от Негативной эмоции Негативная эмоция Это ядро Это система координат Это точка ноль В вашей системе Да Она негативная На негативе Невозможно Всю жизнь жить И как только вы Достигнете То что вы хотели Сделать на зло Вы поймете Что другим людям Абсолютно посрать на вас То есть вы вроде бы Достигли Вы вроде бы Что-то доказали Но на самом деле Вы доказывали Сами себе Потому что людям Люди думают Всегда только о себе Да То есть Когда Скажем Не знаю Там Вы толстый Вы думаете Что все вокруг На вас смотрят И думают Какой вы толстый Да нет Всем пофигу Правда Это наши Какие-то Проблемы Внутренние Комплексы Мы отрабатываем Поэтому Ни в коем случае Не ставьте Мотивацию От Всегда Мотивация К Должна быть Созидательная То есть Не разрушительная А созидательная Что-то создать Что-то придумать Что-то сделать Как-то повлиять На мир Что такое деньги Опять же Такой интересный вопрос И вот Своё понимание Скажу Деньги Это степень И качество Влияния На окружающий мир И на людей Потому что денег На самом деле Не существует То есть Если взять понятие Что такое деньги Вот банк Центральный банк Выпустил банкноту Он Эту банкноту Отдал человеку За зарплату Человек купил На эти деньги Услугу По созданию сайта Человек Которым он заплатил Купил себе Продукты И в итоге Эти деньги Всё равно возвращаются В банк То есть Получается Они Провели Круг То есть Деньги прошли Круг И вернулись В точку Откуда они пришли Получается Что вот Если отбросить Банк Мы просто Как бартер То есть Мы как-то Договаривались Мы как продукты Да И получается Что происходит То есть Деньги Это уровень Качества Отношения Между людьми При этом Очень важный момент То что Для человека Который зарабатывает Миллион рублей В месяц Сто тысяч рублей Это вот столько Для человека Который зарабатывает Десять тысяч рублей В месяц Сто тысяч рублей Вот столько Деньги Это время И силы Которые мы тратили На то Чтобы их заработать То есть Это уровень энергии То есть Энергетическое поле Такое Вот такое Либо вот такое И когда сталкиваются Два человека Один пытается Продать другому Услугу За сто тысяч рублей И он ему Продает Но при этом Человек может быть Недоволен Почему Потому что Он эти сто тысяч рублей Зарабатывал Год Для него Это вот столько Работает А для него Это вот столько И происходит Дисбаланс То есть Ну Неравновесное Неравномерное Обмен Вот надо Всегда следить За тем Чтобы был Равномерный Обмен То есть То что Вы продаете Тем людям Там Каким-то Определённым Да Чтобы они чувствовали Что то Те деньги Тот объём денег Который они За это платят Это равноценно Для них Смотри Максим Еще у людей Такой миф Когда они Думают Что ради того Чтобы заработать Миллион Есть люди Кто зарабатывает Сто тысяч А он думает Что чтобы заработать Миллион Надо работать В несколько раз Больше Например То есть С точки зрения Именно знаний Это так Или нет Ну С точки зрения Практики У меня Сейчас немножко Самая реклама У меня вот Я долгое время Занимался обучением Маркетинга Но сейчас я понимаю Что я большую пользу Буду приносить людям Если я буду совмещать Маркетинг и психологию И сейчас У меня стартует курс Комнаты называется Кому интересно Можете мне в личку Писать Скину условия Вот там я объясняю То что Если вы зарабатывали Сто тысяч рублей Делая действие А, Б, С То Чтобы заработать Миллион Это не значит Десять умножить на А, Б, С Потому что Это как в физике Вот у меня Я инженер Геофизик по образованию Да Вот очень простую Математическую формулу Возьмем А плюс Б Плюс С Ромно сто тысяч Да Вроде бы все очевидно Все просто Но Давайте возьмем Из физики Формулу Смотрите Что такое Сила Ф Это Масса Умножить на Ускорение Умножить на Угол Под которым Вы прикладываете Эту силу Соответственно Если вы хотите Изменить Ф То есть Результат силы Вам нужно Либо увеличить Массу Либо ускорение Либо угол Под которым Вы прикладываете Силу Соответственно Если резюмировать Чтобы заработать Больше денег Получить большую силу Нужно Видоизменить Эти три параметра Либо добавить Новый Дальше Сила Она еще Зависит от Силы сопротивления То есть Если мы вспомним Дальше физику Да скажем То есть Мы же не в вакууме Работаем Правильно То есть У нас есть сила Которую мы Тянем Есть сила сопротивления Предположим Сопротивление воздуха Да В нашем случае Есть сопротивление Личности Наших каких-то Комплексов Изотыков Соответственно Результирующая Сила F Равно F Которое мы Прикладываем Минус Сила сопротивления Если сила сопротивления Большая Сопротивление Чему-то новому Сопротивление Делать что-то По-другому Боязнь Вот как в кризисе Сейчас люди Закупорились Вместо того Чтобы тестировать Гипотезы Новые Там как-то Пытаться выйти В онлайн Запустить рекламу Что-то Они сидят И боятся Сила сопротивления Гигантская Им не позволяет Это дальше Развиваться Получается То есть Получается Просто обычные Формулы математики И физики Об этом еще писал Настин Талек То есть Почитайте Черный лебедь Если вы проанализируете Скажем Вот Свою жизнь Вот просто Сделайте упражнение Это люди Которым не хватило Их недолюбили В детстве Да То есть Да там Пропишите Сколько вы Когда-либо Зарабатывали денег Да Там можно В логарифмическом Уровне Там Десять Двадцать Там Тридцать Пятьдесят Сто тысяч Да На оси ОХ Ваш возраст И Отметьте Там Те моменты Когда был резкий Скачок в деньгах То есть С десяти тысяч Вы резко Там возросли До ста Что тогда произошло Скорее всего Произошло то Что вы не планировали Вас уволили И вы поменяли Сферу деятельности Вы открыли бизнес Там Или еще что-то Да То есть Что-то происходит То что мы Не можем предсказать Спланировать Это черный лебедь Кризис Самоизоляция Да Там Коронавирус Это тоже черный лебедь Вы не могли Его спрогнозировать Но Именно За счет черных лебедей Люди растут Давайте Пойдем дальше Что такое эволюция Да Что-то Вот Возьмем эволюцию Если бы Те животные Которые Жили В море В океанах Да Там Боялись выйти на сушу То Не было бы Вообще В принципе Никаких Млекопитающих И людей В том числе Понимаете Если бы Первобытный человек Побоялся бы Огня Мы бы Никогда Не создали Не знаю Электричество Не построили бы Города Да То есть Если мы боимся Чего-то нового Которое не вписывается В какую-то В нашу рамку Там Мироздания То мы не развиваемся Мы не эволюционируем Мы наоборот Деградируем Скажи Ты вот говорил Про Убеждения То есть Человек Тормозят его Какие-то убеждения Чтобы Планку С сотки Или там С десятки Не важно Какие чаще Чего мысли У человека Бывают Когда он Хочет Сделать Результат Какими мыслями Он себя Тормозит Ну элементарно Приведу пример Из того Что встречалось В моей практике Человеку Страшно Продавать Ему страшно Предлагать Какие Знаешь Ты Можешь Назвать Если есть Просто У меня Аудитория Она работает По большей части С личностями Качественными Ну Ты сам понимаешь Аудитория Которая нравится Психология Поэтому Им важно С точки зрения Того Как внутри себя Проработать Чтобы Чтобы сдвинуться С точки зрения Чтобы не думать О негативных вещах Которые Тормозят И начать делать Что необходимо Сделать Ну вот смотрите Предположим У большинства из вас Я уверен Есть такой момент Когда вы делаете Что-то бесплатно Либо задешево Вас вдруг попросил Друзья сказали Ну слушай По дружбе Давай сделай что-нибудь Либо слушай А давай договоримся Что в этот момент происходит Такие люди Которые соглашаются На делать Что-то бесплатно Либо помогать Вот занимаются Которые альтруизмом Да Это люди Которым не хватило Их недолюбили В детстве Да То есть Мама Папа Не дали любви И во взрослой жизни Они пытаются Дополучить Состояние любви За счет того Что они кому-то помогают То есть Они в моменте Получают чувство Важности Нужности Но потом Что происходит Происходит По НЛП Треугольник Хартмана Спаситель Жертва Палача Вы в роли спасителя Помогли кому-то Он был жертвой После этого Вы становитесь Жертвой Потому что Вы Начинаете понимать Что вас используют После того Как вы побыли Жертвой Вы начинаете Быть палачом То есть Вы начинаете Говорить Слушай Да ты говнюк Ты меня использовал И вы вот так Ходите по треугольнику По кругу То есть Понимаете Это манипуляционные отношения Которые вы сами Начинаете При этом С благой вестью Вроде бы помочь Помощь Она должна быть Безвозмездной То есть Что такое помощь Помощь Это вот У вас есть что-то В избытке В излишке Как у меня знания Как у Шамиль Знания Нам не жалко Делиться этим Да Я беру за консультации Деньги Но так же Я и бесплатно Много чего даю Потому что У меня этого В избытке У меня вот Голова целых знаний Я ими делюсь Потому что У меня была возможность Ездить по всему миру Проходить тренинги Там За кучу денег Как бы Я этим делюсь Потому что Я понимаю Что у многих людей Не было такой возможности Мне Мне этого Много Но если меня попросят Предположим Взаймы Денег Я не дам Потому что Деньги для меня сейчас Это важно Мне нужно выплачивать кредит Мне нужно обеспечивать семью У меня там Папа болеет И так далее То есть я понимаю Что деньги для меня сейчас Это не избыточный ресурс, но у кого-то он может быть избыточный. Скажем, как у миллиардеров, которые отдают на меценаза, на благотворительность деньги. У них это в избытке, понимаете? То есть всегда делитесь только тем, что у вас в избытке. И помогайте только тогда, когда вы сами себе помогли. Очень простое сравнение с отношением мужчины и женщины. Если ты сам себя не полюбил, ты не сможешь полюбить другого человека, потому что ты будешь зациклен на себе всегда. Мне, 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 дайте мне любви, дайте мне внимания. И ты не будешь думать о другом человеке, потому что тебе некогда думать о другом человеке. Ты будешь думать о себе. Когда вы помогаете бабушке в метро, спросите себя, вы помогаете, потому что вам хочется помочь ей, да? То есть как бы благое дело делать. Либо вы себе помогаете. И скорее всего вы помогаете себе, чтобы чувствовать, перестать чувствовать вину за то, что вы, предположим, не помогали своей бабушке, которая уже умерла, но вы не можете уже ей помочь. Вот как вот этот момент. Чтобы люди не думали, что только этот вариант, друзья, он имеет в виду общую сама суть, что задумывайтесь над причинами, по какой причине вы что-либо делаете. То есть элементарно даже с точки зрения религии объясню людям. Когда мы делаем что-то, мы должны это делать потому что это то, что любимо Богом, и потому что мы тем самым совершаем благое дело в принципе. Но мы делаем это, вы должны понимать. Намерение в первую очередь важно намерение. Для чего вы это делаете? Это также сказано в религии. Кстати, знаешь, как переводится религией, Максим? Как? Связь с Богом переводится. То есть у человека есть связь ну переводится дословно там. То есть у человека, у которого есть религия, то есть у человека, у которого есть связь с Богом. У тебя какая связь с Богом? Ты знаешь, у меня очень странное отношение с Богом, потому что мне кажется, что у меня в принципе была всегда миссия стать батюшкой. Может глупо звучит, конечно, но потому что ко мне ко мне всегда идут люди, которые либо бывшие священники, либо сейчас священники, да, и при этом я с самого детства помогал людям, сам того не ну не осознавая. То есть через меня Бог помогал людям. Это звучит пафосно и глупо, но это реально так. У меня были ситуации, которые я не могу объяснить логически. Мне было, скажем, вот 10 лет, я помог своей соседке не покончить жизнь самоубийством. Я к ней, я ей позвонил в дверь, она была пьяная в жопу, да, как бы она хотела на себя руки наложить, а я ей сказал, нужно жить дальше. Я два часа с ней общался, мне 10 лет было. И как будто бы я общался не своими словами. Я не придумывал, это реально было так. То есть ты можешь почитать по моему физиогномику. Потому что я удивляюсь ситуацией, смысле, что ты 10 лет не пошел. И когда я об этом рассказал родителям, они не поверили. А я реально помог этой женщине, она потом съехала с этой квартиры и начала новую жизнь. То есть у меня такие ситуации очень часто бывают. Вот скажем, когда мне было плохо, когда вот у меня там судебное разбирательство, у меня там куча денег, там кредиты и так далее. Я попросил вселенную, помоги мне. И мне в ту же неделю три человека написало, сказал, слушай, Макса, давай мы тебе бесплатно поможем, там, проконсультируем, там, не знаю, как-то там. Был бизнес-консультант, который мне вот тоже написал, он берет деньги, 100 тысяч рублей, он мне бесплатно проконсультировал, что мне делать с моей компанией, с моим маркетинг-агентством. А у него очень ясный взгляд. Я вот на него смотрю, думаю, слушай, а ты как-то с религией не связан? Сначала он промолчал, а потом после того, как я ему сказал вот эти все истории, он сказал, слушай, я должен тебе признаться, я бывший священник. Представляешь? То есть понимание Бога, понимание человечества, правильно? Да, то есть я это понимаю так, что есть определенный уровень чистоты человека, да, там, это, знаешь, это как вот радио. Вот есть высокочастотные люди, есть низкочастотные. Высокочастотные люди – это духовные люди, которые не спускаются на низменные какие-то желания, там, секс, там, еда, там, использование людей, манипуляции, да. Они думают о высшей, о высшей цели. Вот у меня высшая цель – это помочь большому количеству людей. Написать книгу, я музыкой занимался, песни писал, да, там, выступал. Я вот выступаю как спикер, там, я даже маркетингом своим помогаю людям, там, бизнесом. Это моя миссия, да, там, людям, там, на консультациях. Ты тоже это делаешь. Но есть люди, которые с низкой вибрацией, да, так называемой, которые обманывают, которые используют. У вас вопрос может быть очень логичный, но ведь есть много людей, которые обманывают и много зарабатывают. Почему так, да, то есть вроде бы несправедливость. Нет, никакой несправедливости нет. Давайте возьмем лес. Есть же животные, падальщики. Они же тоже есть. Они должны быть в лесу, потому что без падальщиков, без тех, кто жрут говно и всякую там… То есть они в биологической цепочке нужны, понимаете? То есть вот эти люди, они тоже выполняют функцию Бога, как это ни странно. То есть они учат других людей, что не нужно обманывать тем, что они сами их обманули, и они поняли, что это хреново. Вот как бы в чем смысл. Я понимаю. Слушай, осталось там, чтобы закончился промо-эфир 9 минут. Давай, может, приятный комментарий, чтобы люди, может быть, написали на эту часть. Ребята, напишите, что думаете, какие у вас мысли. Возможно, есть какие-то вопросы к Максиму, спросите у него. Со мной-то вы все равно знакомы, так или иначе, кто я чем-то занимаюсь. Спросите Максима, что вам хотелось бы еще узнать с точки зрения его убеждений. Его убеждения, то есть с точки зрения Григория, у нас могут разниться вещи. Но я его внимательно слушаю, потому что мне просто важно понять, как человек мыслит. Там я уже могу, там уже наедине с ним пообщаться, какие-то вещи. А так мне важно почерпнуть, о чем он думает, как он думает. Что вы хотели бы у него спросить? С точки зрения его компетенции. Пишут, сейчас падальщики начнут писать. Он пишет, боже, сколько истинно, я плачу. Очень интересный эфир, Саханти. Чему он обучает? Максим маркетолог, он разбирается в маркетинге и разбирается в психологии. Поэтому я пригласил Максима поделиться немного своими убеждениями, своим знаниями. Я скажу последнюю вещь. Вот те люди, которые пишут негатив в комментариях, да, вот почему так происходит, да, вот вы все с этим сталкивались, я тоже с этим часто сталкиваюсь. На самом деле, люди пишут всегда о себе. Да, вот очень интересный момент. Мы видим в других людях то, что есть у нас самих. Если вы сейчас пишете какую-нибудь говнятину, да, там, про меня, про Шамиля, то вы пишете на самом деле про себя, потому что мы видим всегда то, что есть у нас самих. Мир – это зеркало, в котором мы смотримся. Если вы сами обманывали людей, то вы будете обвинять других людей, что вас обманывают, потому что вы на этом циклите внимания. Вот такая вот очень интересная мысль, тоже задумайтесь об этом. Друзья, те, кто пишет вопросы, у вас еще будет побольше возможности, подпишитесь на Максима, следите, что он говорит и чекайте его. Если где-то соврет, мочите его. Ну, суть такая, если вам интересно, если интересно убеждение Максима, чем он занимается, потом перечный профиль посмотрите. По-моему, там отражаться должно для людей твой ник вверху. Что же нужно сделать, чтобы научиться продавать? Что нужно сделать, учредение сердца, скажи им. Чтобы продавать, нужно в первую очередь понять, что вы не продаете, вы консультируете человека, вы помогаете ему. Поменяйте парадигму у себя в голове. Когда вы наносите пользу, то есть вы не впихиваете, вы не втюхиваете товар, да, можно отманипулировать, да, можно заставить человека купить, но человек не будет счастлив. Сделайте так, чтобы не вы делали шаг в сторону клиента, а клиент делал шаг в вашу сторону, чтобы ему было нужно то, что вы продаете. И тогда у вас будет очень крутая продажа и долгосрочные отношения с клиентами. Вот если взять меня, я сделал ставку на долгосрочные отношения с клиентами. Я веду Инстаграм, я вкладываю деньги в контент, я очень редко запускаю рекламу на свои там какие-то платные там услуги, потому что я понимаю, что один довольный клиент, который любит меня, фанат моего бренда, фанат моего продукта, он мне принесет еще 10 клиентов сверху. А если я заставлю его купить там какими-то манипуляциями, да, в моменте он мне деньги даст, но у меня не будет развития, понимаете, потому что человеку не хочется дальше про меня рассказывать. Ну да. Пишет, а вот финальный вопрос тебе, Максим, как-то отрастить бороду? На самом деле я с самой юности мечтал, чтобы у меня была борода, да, там, борода, она растет за счет определенных гормонов мужских, да, то есть как бы вот... Что на что-то колоть? Есть женские гормоны, эстроген, да, а есть мужские гормоны, да, там, тестостерон. Вот если у вас нехватка тестостерона, да, там, в организме, то у вас борода не растет, у вас маленькая растительность. Так что вам нужно заняться спортом и гормональный баланс у себя в организме, подкрутить, как бы вот так. Друзья, касаемо масонов, вы пишите, у меня есть два ролика, смотрите их, а касаемо того, больше, чтобы об этом узнать, лучше, конечно, разбираться самому. В основе своей, если я сказал вам, что я в масонах, изнутри, то я все равно я не знаю кухню всю. То есть, если я буду рассуждать о них, я буду выглядеть глухцом. Надо мне сначала туда вступить, и посмотреть, что они говорят. Пишут андрогенов тоже. Уже про андрогенов пошло. Максим, тебе сколько лет? 28. 28. Друзья, Максиму 28 лет, занят тем, что ему нравится, и транслирует посредством своего дела в мир то, что людям будет полезно. И вот с этой точки зрения нужно подходить к своим делам. Хотите помогать людям, подумайте, вот ваше дело, которым вы занимаетесь сейчас, оно полезно или нет? Или как оно может быть полезно? Если не разбираетесь, не понимаете, обратитесь к Максиму, подпишитесь, посмотрите, что он предлагает. Что тут пишет? Масоны и шайтаны, у них нет сил, не бойтесь. Не бойтесь, правильно. Просто надо разбираться хотя бы, понимать, с чем вы сталкиваетесь. Вот даже элементарно. Вы понимаете, что Максим знает какие-то вещи, знает касаемо влияния, но когда это уже в него вошло, элементарно вот колено уходило в самом начале. Но это же не значит, что... Главное осознавать, то есть, как это все влияет на тебя. А уже то, как вы с этим боретесь, это уже другой разговор. Это уже вопрос вашей силы воли, вопрос ваших убеждений. Я вот добавлю насчет курения кальяна, на самом деле. Да, возможно, кажется, что я тут вам пропагандирую хорошие вещи, а сам такой плохой. На самом деле, хуже, если вы будете продолжать курить и чувствовать вину за это. Потому что, это знаете, это как вот пытаться похудеть, да, вроде бы вы себя ограничиваете, свой организм, но организм находится в состоянии стресса, и после этого вы переедаете. Сейчас я осознанно курю, осознанно себя там наполняю кальяном, при этом я замечу, что пять лет я был сыроедом, я пять лет себя ограничивал. Я знаю, как это круто, как это классно. Я признаюсь, что это вред для меня, да, но я это делаю осознанно, чтобы накуриться, и дальше после этого к этому не возвращаться. поэтому если вы что-то делаете плохо, осознавайте, что это для вас плохо, но при этом не чувствуйте вину за это, не корите себя, потому что мы все не идеальны. Там кто-то смотрит порно, предположим, да, там кто-то кальян курит, там кто-то матом ругается. Все мы не идеальны, ребята. Что там люди написали? Пишут, Максим, не кури. Максим, зачем ты делаешь себе плохо? Я не делаю себе плохо. Кальян, на самом деле, если разобраться по психологии, это ощущение безопасности, потому что это сосок матери, то есть мне не хватает безопасности в жизни. Я чувствую то, что вокруг очень много опасностей, то есть как бы я собираюсь разбираться. Я в опасности. Если помочь другому, это изобилие скудости, это все обязательно вред, если учитывать такую мне 27, друзья, 27. Максиму 28, мне 27. Что там пишут? Они там что-то ржут из-за того, что, видимо, это коленка. Их там походу вставляют. Ладно, ребята, я вас всех люблю. Спасибо за эфир. Спасибо Шамиль, что пригласил познакомиться с твоей аудиторией. Надеюсь, вам было полезно. Спасибо. Все, тебе спасибо, Максим. Давай, на связь. Все, друзья, если вам было интересно, Максим, подпишитесь, посмотрите, чем занимается. Все касаемо того, что он убеждения свои транслировал, касаемо переобытных людей и еще чего-то. Это вещи, конечно, которые есть, я не согласен, но нужно научиться человека слушать, чтобы понимать потом, как найти точки соприкосновения. Поэтому здесь в этот момент всегда запомните. Важно научиться человека слушать без осуждения. Другой разговор, когда человек ко мне заходит в эфир и хочет мне доказать, что я не прав или что-то такое. То есть, в глаза других людей он пытается нарезать убеждения свои. Тогда это другой разговор. Так, все, друзья, всем спасибо и пока. Все. Субтитры сделал DimaTorzok